Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Елена, и сегодня парфюмерное видео. Да, такое долгожданное, и даже мне самой немножко трепетно и волнительно рассказывать о своих новинках в моей парфюмерной коллекции. Какие-то ароматы мне подарили, какие-то ароматы я купила сама себе, и давайте расскажу немножко вам о них. Может быть, что-то еще я не очень тщательно разносила, поэтому мнение будет такое немножко поверхностное, но я хочу им с вами поделиться. Мне нравятся те ароматы, которые я хочу вам показать сегодня, и думаю, что вам тоже они могут понравиться, потому что те, кто меня смотрит, обычно у нас совпадают какие-то вкусы, поэтому наши парфюмерные и даже иногда не парфюмерные. Поэтому давайте я приступлю. Наверное, покажу вам подарок, который я сделала сама себе. Я долго к нему шла, потому что я заказывала набор таких пробников в марке Лелабо. У меня целая коробочка есть. Я тоже о них не рассказывала, я показывала на Инстаграм. Почему не рассказывала? Потому что с этой маркой не совсем у меня, как это, есть точки соприкосновения в плане понимания, может, ароматов. Нет, они все прекрасные, все красивые, все необычные, но в то же время я слышу какую-то похожесть этих ароматов с другими ароматами. И как бы так из-за этого я не могла о них рассказывать особо, хотя надо постараться сделать видео хотя бы о тех пробниках. Мне просто кажется, что о пробниках не очень интересно рассказывать. Это не полный флакон, это не полный размер флакона. Особо его не разносишь, этот пробник, потому что там совсем его чуть-чуть, полтора-два миллилитра. И мне кажется, это неверно по отношению к зрителю показывать пробники ароматов и говорить, что у меня это коллекция. Нет, это, конечно же, безусловно, не коллекция, это просто ознакомление. И вот из этого ознакомления, из этой коробочки или лабо, постараюсь ставить в видео, как выглядит этот набор. Я не взяла, просто сейчас его с собой и покажу вам. И некоторые ароматы просто на что-то уже похожи. На что-то уже похожее у меня даже есть. Поэтому я не стала на них как-то особо зацикливаться. Меня интересовал Сантал 33, по-моему, так. Но потом, в последний момент, я как-то в нём... Не то чтобы я разочаровалась в нём, нет, он мне понравился. Но я посчитала, что он больше мужской для меня, нежели женский. Поэтому, ну, не мой аромат. Немножко пахнет там с какой-то солоноватой ноткой. Не совсем моё, не совсем мне присуще. Поэтому я думаю, дай-ка я попробую Роуз 31. Аромат, который я выбрала, именно Роуз 31. И выглядит это вот так вот, флакончик. И мне он очень понравился. Он меня зацепил своей нежностью, своей необычностью, своей странной розой. Это и роза, и не роза. Здесь и древесные нотки, и мягкие какие-то сливочные нотки. Молочные даже, я бы сказала. Очень нежный, красивый. Он не кричит. Он не будет говорить, кричать, заявлять о себе, что вот, смотрите, какой тут я. Или как-то вас подставлять, скажем так, да? Если можно так выразиться. Этот аромат достаточно интимный. Этот аромат очень сексуальный. И в нём есть шлейф, у него присутствует шлейф. Но он не будет бежать впереди вас. Может быть, он будет оставаться в комнате, в которой вы были, но он не будет опережать вас. Мне это нравится, потому что не всегда аромат должен так поступать. Не во всех случаях аромат может так поступать далее. И сначала всё-таки должны мы зайти, потом уже аромат. И заполнить всю эту комнату. И остаться в этой комнате после того, как вы вышли, чтобы капелька вас осталась и будоражило сознание. Вот этот аромат такой. В нём приятно находиться, в нём комфортно находиться. В нём ощущаешь себя какой-то такой... Ну, не знаю, я своё ощущение говорю. Я ощущаю себя какой-то богиней. В то же время строгой, но женственной, сексуальной. Знающей себе цену. Очень приятная роза. В нём, я уже сказала, окружённая деревяшками, разными специями. Вы можете зайти посмотреть на фрагрантику. Я не буду это описывать. Ноты. Всё можно найти при желании. Аромат чувственный, благородный. И по мне так он женственный. Хотя пишут, что и мужчины с удовольствием пользуются. Но по мне вот он женственный. Это Лилабо, роз 31. Мой подарок самой себе. Я ещё раз скажу, что я шла к нему целый год. Я его разнашивала. Я его пробовала, носила. И поняла, что да, именно эта роза мне нужна. Я очень люблю розу в ароматах. И вот это именно та роза, которой бы я хотела пахнуть. Иногда мне хочется пахнуть прям розой-розочкой. Прям такой розочкой. Но именно эта роза мне больше всего нравится. Она взрослая роза. Знаете, не девочка-припевочка, а статная женщина. Вот как-то, видать, я немножко постарела. Хочу быть такой уже больше статусной. И второй аромат, который я тоже себе приобрела, это аромат Сиэль. Амуаж. Вот коробка. И сам флакончик Кота. Очень красивый флакон, безусловно, амуажевский. Тут такой голубой топазик внутри. Крышечка. Всё как должно. То есть, как бы вы её нет, она всё равно будет поворачиваться в правильном направлении. Говорят, что этот флакон сделан из хрусталья. Но я, честно говоря, немножко сомневаюсь в этом. Дай Бог. Неважно, из чего он сделан. Аромат лёгкий, приятный. Немножко мне навевает грусть. Не знаю, почему. Хотя аромат позиционируется как чистый, свежий, цветочный. Как небо. Вот так Сиэль, вроде как так и переводится, небесный. Небо. Очень ненавязчивый. Очень женственный. Мягкий, уютный, комфортный. То есть, это такой аромат на каждый день, в принципе. Не доставляющий никаких отрицательных эмоций. Не вызывающих никаких таких... У окружающих тоже отрицательных эмоций. И я бы его назвала офисным довольно ароматом. Потому что он тоже не кричит, он не душит, он не бежит впереди вас. Мягкий, уютный, комфортный. Кремовый. Вот я слышала его кремовый потом в конце звучания. Хотя в начале у него есть вот это зеленое, зеленые какие-то сочные травы. Цветочность. Где-то, где-то далеко я слышу жасмин, который я не очень люблю. Но на коже он не раскрывается жасмином. Мне он понравился. Я его ношу не так часто, но одеваю, например, на работу я ношу его, потому что мне не положено на работе слишком резко пахнуть. И этот парфюм хорошо подходит именно для таких рабочих моментов, для офисных встреч, для общения с клиентом. То есть вы будете пахнуть приятно, нежно, не вызывающе, не сексуально. То есть я не слышу в нем сексуальности в этом аромате, но очень женственно, очень тонко. Может быть даже немножко не сексуально называется, а эротично, в плане того, что вы будете пахнуть чистой, вымытым таким телом после душа. И свежо и опрятно. Вот такой для меня осель. Небесный, чистый, уютный, комфортный, мягкий. Следующий аромат, который я тоже купила себе, но уже не на день рождения, а на мамин день. Вот, это Коко Мадмуазель. Меня спрашивали давно, не ухала ли я, слушала ли я его. Но как-то в магазинах не было у нас в Финляндии его. А потом я увидела и посмотрела цену, что он стоит 120 с лишним евро. И когда у меня появилась возможность поехать на корабле, на корабле он стоил чуть дешевле. Порядка на 40 евро, 90, что-то такое, в районе 96 евро. Ну вот 30 евро скидка получается. И я, конечно же, не могла не купить, потому что я Шанель и мам. Я люблю всё, что связано с Шанель. Шанель моя любимейшая марка парфюмерная. И я априори буду петь оде этим ароматом. Не важно, как они сделаны, не важно, кто их сделал. Но мне нравятся все Шанель ароматы. По-своему, каждый, естественно. Но они все изысканные, все приятные, все притягательные. Со своей капелькой сексуальности, эротичности, независимости, женственности, мужественности. Вот всё в одном ключе, в одном таком флаконе. И всё под одним брендом, Шанель. Этот аромат Coco Mademoiselle Eau de Parfum Intense. Но я не могу сказать, что это прям интенс-интенс. Да, он пахнет немножко более... Я бы сказала, что он пахнет мягко, нежно. Я бы даже сказала, что он более пахнет ягодно и цветочно, и более сдержанно, нежели предыдущий. Первая версия Mademoiselle. Тот уж прям пахнет настолько ярко и открыто. И он бежит впереди вас, и позади вас, и остаётся в комнате. И всегда-всегда вы на виду с ароматом Mademoiselle Coco первой версии, изначальной версии. Потому что я смело могу об этом сказать, потому что я израсудовала пять флаконов. У меня шестой стоит меньше уже одной трети использовано. Вернее, больше одной трети уже использовано. Поэтому я знаю, о чём я говорю. Мне этот аромат очень нравится, как у Mademoiselle. Хотя я не сразу к нему пришла. И да, я знаю, что многие им пользуются, и он очень уже избитый, неинтересный, и все уже фукают. Ну, нравится мне аромат Chanel, и нравится мне как у Mademoiselle. Но я ничего не могу с этим поделать. Ну, несмотря на то, что у меня большая коллекция, и есть очень эксклюзивные ароматы. Но, ну вот так. Ну, нравится, ну что сделаешь? Ты не можешь как-то взять и перечеркнуть то, что тебе нравится. И этот аромат Intense, вот он более ягодный, более какой-то компотный. Может быть, даже больше похожий. Я даже не знаю, на что он похожий, но это, конечно, не... Мы все ждём, что Intense будет очень яркий, насыщенный, такой громкий. Нет, вот как раз почему-то этот аромат довольно сдержанный, довольно мягкий, довольно округлый такой. И все его острые углы, которые были в том аромате, они сглажены, они... Я даже не знаю, как это объяснить, но вы как будто бы окутаны мягкой такой шалью. Мягко-мягко, и женственно, и тонко, и чувственно. Но он почему-то быстро исчезает. Я не знаю, с чем это связано, хотя это Eau de Parfum. Не знаю почему. Может быть, я ещё его не настолько разносила. Да, мне нравится, я им пользуюсь с удовольствием. Я считаю, что этот аромат такой довольно-таки на каждый день. И очень приятно им пользоваться и получать комплименты, потому что всё равно его слышат. Но не так ярко, как тот предыдущую версию. Всё-таки предыдущая версия была лучше, на мой взгляд. Хотя и это тоже достойное внимания. Если вы такой же сумасшедший поклонник Chanel, то, безусловно, вам аромат должен понравиться. И я считаю, что это очень хороший, достойный подарок. Для любой девушки, для любой женщины. Иметь такой флакончик Chanel, Coco, или Пятёрочки, или Le Chanel. Это просто очень приятно. Даже вот просто как подарок хороший. Даже если женщина не будет им пользоваться. Но я уверена, что однажды она им захочет воспользоваться. Почему? Потому что мой первый Chanel был, это не Coco Mademoiselle, а именно Coco. И, как ни странно, но именно тем парфюмом я не пользуюсь, а пользуюсь именно Coco Mademoiselle. Вот так. А, очень хотела Coco. И последний мой парфюмерный новичок в моём парфюмерном гардеробе, в моей парфюмерной коллекции. Это Woman in Gold от Killian. Коробочка. И потрясающей красоты, конечно же, шкатулка. Флакон вот у меня, чтобы не шуршать, не шуметь. Вот такой вот чёрный флакон. И потрясающей красоты просто шкатулка, в которую можно вложить и украшения. И если вот это всё вытащить отсюда, она может быть прекрасным украшением туалетного столика. Здесь можно хранить украшения, здесь можно хранить часы, здесь можно хранить всё, что вам пожелается. Очень увесистая такая железная крышка. И потрясающей красоты вот это вот оформление. Шкатулка из дерева лаковая. Здесь сзади парфюмерный. Всё как должно быть. И в стиле Густава Климта. Эта коробочка сделана в стиле Густава Климта. Аромативы. Именно его орнамент, его безумно красивые работы у него. Если вы не были, обязательно посмотрите, поинтересуйтесь его работами. Очень достойные, красивые картины. И вообще... Women in Gold это шипрово-цветочный аромат. Женский, безусловно, потому что они очень яркие, свежие, цветочные такие. Со своей сладостью, какой-то карамельностью. Этот парфюм был выпущен в рамках новой коллекции «От заката до рассвета». Парфюм вдохновлен картиной «Золотая Адель» Густава Климта. Обыгран на контрасте двух звучаний. Свежецветочная цитрусовая база и такой сладковатой горько-терпкой древесной базы. В аромате присутствуют бергамот, мандарин, альдегиды. Также в нём присутствуют в этом аромате роза, ваниль, фрезия, герань. А базовые ноты это пачули, это бобы тонко и древесные ноты. Я даже не знаю, как описать. Возможно, это удовые такие нотки. Это очень интересный, очень необычный аромат. Он раскрывается мягкой сладостью, то есть древесным звучанием, мягкой сладостью, цветочными какими-то огнями. Всегда по-разному. То есть этот аромат может играть с вами как свежими нотами, так и такими сладкими нотами. Для меня это аромат, если когда нужно быть уверенной, нужно быть как-то особенно интересной, особенно как-то привлекательной. Если нужно быть, может быть, даже бизнес-вуман, но с чарующими какими-то такими, со своими чарами. Вот так выглядит этот аромат в моих глазах, и мне, безусловно, он очень нравится, и он мне даже что-то напоминает. Мне кажется, что он иногда мне напоминает мой любимый кунья 33, любимый аромат шейха, торгового дома шейх. Есть какая-то в нём схожесть этих ароматов. Я как-нибудь попытаюсь описать их звучание совместное, но просто этот аромат как-то он сразу сшибает с ног тот более тонкий аромат. Но есть в нём общая какая-то черта. Я не могу сказать почему, но мне почему-то сразу всплывает образ именно шейх 33. Не знаю почему. И также мне напоминает этот аромат прекрасную Елену. Почему-то я слышу какую-то грушу в нём. Вот как-то вот у меня такие ассоциации с этим ароматом. Нравится, ношу с удовольствием, когда есть такая необходимость. И это тоже подарок моего мужа мне на день рождения. И я, в принципе, очень счастлива. Потому что Килия мне тоже очень нравится, мне очень импонирует его. Ароматы. По правде сказать, мне бы хотелось собрать всё, что можно. Но так же понимаешь головой, своими мозгами, что не всё можно носить. Хотя ароматы очень достойные и красивые. Мне нравится. Просто нужно попробовать и убедиться самим, нравится вам аромат или нет. Потому что, да, понятно, что не всегда есть возможность такая попробовать. У меня такой, кстати, возможности и нет пробовать. Поэтому часто я покупаю ароматы слепую, иногда разочаровываюсь, иногда нет. Вот, например, сель я взяла слепую по отзывам на фрагрантике. И все писали очень такие дифирамбы, дифирамбы. Но на деле оказалось не совсем то, что я придумала. Совсем даже не то. Но, слава Богу, что аромат меня и не разочаровал. То есть я им с удовольствием пользуюсь. Каждый день ежедневный такой аромат вполне себе и необходимо иметь. Это вот мои такие вот мысли. Розу 31 я, конечно, делабо, разнашивала долго и шла к ней долго. Шанель я могу купить слепую. И даже если я не буду им пользоваться, мне просто это необходимо. Потому что у меня болезнь, называемая Шанель. И вот. Но муж знает мой вкус, знает мои любимые ноты. Он знает, что я люблю ваниль, я люблю розу, я люблю древесные ноты. И вот он как-то сумел угадать мои желания, мое настроение. И мне кажется, этот парфюм очень сексуальным, очень эротичным, очень притягательным, женственным, чувственным, страстным. Вот как хотите так назвать, нравится. Вот все в нем нравится, в этом парфюме. У меня нет ни одного даже какого-то злого, плохого. Я не могу сказать про этот аромат. Мне нравится в нем абсолютно все. И вот на такой нотке я бы хотела заключить свое видео. И пожелать вам всего хорошего, конечно же. Удачных парфюмерных открытий вам. И делитесь, может быть, вашими какими-то открытиями новыми. Может быть, мне что-то стоит посмотреть, послушать. Еще из каких-нибудь других брендов, каких-нибудь других ароматов. Ну, просто интересно ваше мнение. Пишите, комментируйте. Всегда рада общению. И ради этого я, в общем-то, веду канал, чтобы общаться с вами. Я вас всех целую, обнимаю. Пока. Ваша Елена.